Нарушения правил нет и сейчас тоже нет. Радулов. А кому передачу сделал? Бросок воротом! Наконец-то сказал свое слово Илья Ковальчук. И вот теперь можно провести параллель с Канадой, с чемпионата мира 2008 года. Весь чемпионат молчал Илья. А в решающем матче против канадской сборной он сказал свое слово. Но, как известно, играть еще очень много в третьем периоде. Естественно, ничего мы прогнозировать не будем. Мы провели только параллель. Вы знаете, что Илья на предварительных этапах чемпионата мира ни одной шайбы не забросил. Только результативные передачи он записывал на свой счет. И вот, наконец-то, проснулся наш нападающий. Итак, 2-1 впереди сборной России. За 7 минуты 41 секунду до окончания третьего периода.